Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова. Мы с вами на детском канале Дарвиновского музея и я отвечаю на ваши вопросы. Сегодня я отвечу на вопрос одного из главных поставщиков вопросов, Алексея Алексеева. Расскажите, пожалуйста, про комаров, как они эволюционировали, что стали использовать хоботок вместо сбора пыльцы для кровозабора? Есть ли у разных видов комаров специализации в предмете охоты? Или они все универсальны? Какие инфекции они переносят, от кого к кому и в каких ареалах обитания, и от чего это зависит? Ох, это еще не все. Какие есть способы предотвратить инфекции, распространяемые комарами? Вот видите, вопросов насчет комаров очень много, и хотя мы все с этими животными знакомы, увы, не понаслышке, все-таки в них много интересного и загадочного. Ну вот сегодня как раз мы попробуем хотя бы некоторые тайны приоткрыть. Ну, во-первых, кто такие комары? Комары относятся к отряду двукрылые, к этому же отряду, например, относятся мухи. Отряд двукрылых делится на две большие группы, на два подотряда. Это длинноусые, к ним относятся комары, и короткоусые, к которым относятся все мухи. Чтобы посмотреть все-таки, кто перед вами муха или комар, надо посмотреть на длину усиков. В общем, все не очень сложно. Комаров довольно много видов, более 30 тысяч, и большинство из них совершенно безобидные существа, они не представляют никакой опасности для человека и питаются в основном различными жидкостями, вырабатываемыми растениями. Это может быть или нектар, или сок. Но есть среди комаров такое семейство, которое называется кровососущие комары. Вот, им мы посвятим сегодняшний рассказ. Ну, вообще, собственно говоря, комар обладает целым набором таких явных признаков, по которым, как правило, мы безошибочно его узнаем. Хотя иногда и путаем с различными другими насекомыми. Комар, как правило, небольшой. У него тонкое тело, у него есть хоботок, есть усики. Что у него еще есть? У него всего два крыла. Но, правда, у него еще есть два видоизмененных крыла, которые называются жужельца. Жужельцы, кстати говоря, есть тоже и у мух. Жужельцы напоминают небольшую булаву. И используются этими животными в качестве таких своеобразных гироскопов. Если комара лишить жужельц, то он просто потеряет способность к полету. Зато эти жужельца, колеблясь в противофазе с колебаниями крыльев во время полета, издают достаточно громкий звук. Тот самый писк ненавистных комаров, который нам всем хорошо знаком. Ну и, может быть, комары бы хотели избавиться от этого звука и подлетать к нам неслышно, но, увы, у них ничего не получится. Когда появились комары, насколько давно они существуют на Земле? Появились они очень давно, и самые первые комары появились около 243 миллионов лет тому назад. Они были маленькие, напоминали комаров-звонцов и были совершенно безобидными существами. А вот те самые кровососы, которые нам так досаждают летом, они появились около 100 миллионов лет назад, и, по всей видимости, от них страдали еще динозавры. То есть уже видите, какая длительная эволюционная история, в течение которой комары портят жизнь самым разным животным. Давайте теперь попытаемся разобраться, собственно говоря, есть ли какая-то специализация комаров или все кровососущие комары жалят всех подряд? Да, специализация есть. Есть комары, которые питаются исключительно кровью млекопитающих, есть комары, которые предпочитают птиц, а есть комары, которые питаются даже кровью рептилий или амфибий. То есть у них вот такая вот специализация присутствует. Ну и опять-таки надо сказать, что кровь пьют не все комары, а исключительно самки. Зачем? Возникает вопрос. Дело все в том, что кровь является источником белка, а белок необходим самке для того, чтобы сформировались яйца. То есть все остальное время, пока самка не занята размножением, она, как и самец, питается нектаром. Но в тот момент, когда самка оплодотворена, через какое-то время она должна получить свою дозу крови для того, чтобы отложить кладку яиц. Кладка яиц у комаров достаточно большая и, как правило, содержит около 150 яиц. Эти яйца самка размещает чаще всего на поверхности воды или на каком-то предмете, который касается, омывается водой. Эту кладку можно увидеть, она выглядит в качестве такого плотика, то есть яйца между собой соединены. Если самка не получит свою дозу крови, это не значит, что она не сможет вложить яйца, но ее кладка будет очень маленькая, в ней будет всего порядка 10 яиц. Ну согласитесь, что разница в общем очевидна 10 или 150. Если мы с вами посмотрим на самку и самца комара, то они внешне друг от друга отличаются. Во-первых, самцы меньше размером, самки крупнее, зато у самцов очень хорошо развиты усики. Усики у них такие пушистые, перистые и эти усики прежде всего необходимы им, чтобы найти самку, отыскать в рои самку. Кстати говоря, самец ищет самку, используя и свое обоняние, а также по звуку. Дело в том, что тот самый писк, издаваемый самцами и самками, разный. Мало того, отличается звук молодых и старых самок и соответственно самец ищет взрослую уже самку для того, чтобы ее оплодотворить. Спаривание происходит прямо в воздухе, в рои комаров. Ну а затем самка уже откладывает яйца и дальше все развитие молоди комаров происходит в водоемах, в воде. Как правило, это какие-то стоячие водоемы, то есть и яйца в воде, вылупившиеся из яиц личинки и сформировавшиеся куколки тоже находятся в воде. Но поскольку все-таки они в воде не приспособлены дышать, у них есть специальная дыхательная трубка, которую они, находясь в воде, выпускают на поверхности того, чтобы дышать атмосферным воздухом. Ну а теперь поговорим немножко о ротовом аппарате комаров. У самцов и самок он отличается. У самца челюсти не развиты и, собственно говоря, у него нет в этом необходимости, потому что он кровью не питается. А вот у самки ротовой аппарат устроен очень сложно. Ее нижняя губа расформировалась в длинную трубку, внутри которой спрятаны челюсти. А челюсти напоминают тонкие зазубренные стилеты, при помощи которых комар прокалывает кожу. После того, как кожа проколота, комар запускает туда свой хоботок, в этот прокол, и под нашу кожу вместо укуса впрыскивает слюну. И слюна у комара тоже непростая. Слюна комаров содержит, во-первых, различные ферменты, которые необходимы для переваривания. Кроме того, она содержит антикоакулянты, вещества, которые препятствуют сворачиванию крови. Ну и кроме того, там находятся вещества, которые действуют как анестетика, обезболивают место укуса. Поэтому, как правило, мы с вами не чувствуем тот момент, когда комар нас укусил. Все неприятные симптомы начинаются уже после того, как комар улетел чаще всего. Проблема-то вся в том, что комар питается в течение довольно продолжительного времени. Он пьет кровь у нас примерно в течение трех, а то и даже четырех минут. И все это время он находится в большой опасности, потому что если мы с вами его заметим, вряд ли мы будем ждать, пока комарик допьет, и отпустим его на свободу. Скорее всего, мы его прихлопнем. Поэтому, конечно, комару желательно сделать свое дело максимально незаметно. И для этого вот как раз и нужны те самые вещества, которые обладают анестезирующим действием. И все было бы неплохо, но, увы, у большинства людей слюна комаров вызывает аллергическую реакцию. Именно поэтому у нас существует воспаление в месте укуса, которое очень зудит и чешется. И сейчас я вам, кстати, скажу один прием, при помощи которого можно снять зуд и уменьшить воспаление. Возьмите обычную пищевую соду, смешайте с водой и вот эту вот пасту из соды нанесите на место укуса. Обязательно должно помочь. Итак, кого чаще кусают комары? Они кусают людей с первой и второй группы крови, что, вероятно, связано с особенностями обмена. И от этих людей, видимо, по-другому пахнет. Кроме того, они чаще нападают на людей, одетых в темную одежду, что, вероятно, связано с особенностями зрения комаров. У них сложные глаза, фасеточные, состоящие из маленьких глазков аматидиев, но при этом их зрение не такое хорошее, и они видят людей в виде силуэтов скорее. Поэтому темные силуэты лучше выделяются на фоне окружающей среды, чем светлые. И люди в светлой одежде реже бывают покусаны комарами. На что ориентируются комары, как они ищут свою, если так можно сказать, жертву? Они ориентируются, прежде всего, по обонянию. Их усики или, по-научному, если сказать, антенны, имеют очень много рецепторов. И это, в том числе, и рецепторы обонятельные, которых у наших обыкновенных комаров 72. Мутанты ненормальные. Использовать обоняние для поиска еды самый нормальный для живых существ способ. При этом 27 из них настроены на ощущение тех веществ, которые выделяются, например, при дыхании или выделяются с потом. Больше всего комары реагируют на углекислый газ, который мы с вами выдыхаем при дыхании. И, кроме того, для них очень привлекательным является молочная кислота, выделяющаяся с потом. Ну, собственно говоря, это такие основные ориентиры. Кроме того, конечно, если говорить о комарах, которые питаются кровью млекопитающих и птиц, они, конечно, еще и улавливают тепло, которое исходит от тела, от организма того или иного животного или человека. Причем источник крови они могут найти на довольно большом расстоянии, порядка 25 метров. Но поскольку комары нуждаются в воде для размножения, то чаще всего мы страдаем от комаров в тех местах, где высокая влажность, например, в каком-то влажном лесу, где есть лужицы, временные хотя бы водоемы, или рядом с большими водоемами на берегах рек и озер. Вот. Поэтому, если вы хотите обезопасить себя от комаров, то старайтесь это тоже учитывать. Собственно говоря, личинки комаров называют мотылем. И вот наш этот обыкновенный комар, который нас чаще всего кусает, его личинка называется черный мотыль, продается в зоомагазинах и служит хорошим кормом для рыб. Ну и вот здесь, наверное, настал момент поговорить о том, что комары на самом деле это очень полезные насекомые. Вот нам казалось бы, может быть, что вот здорово было бы вообще избавиться от комаров, никто бы нас тогда не кусал. Но помимо того, что комары кровососущие, они еще являются опылителями многих цветковых растений, и об этом, конечно, нельзя забывать. Они приносят этим большую пользу. Кроме того, и взрослые животные, а также личинки и куколки являются хорошим кормом для самых разнообразных животных. Это и рыбы, но если говорить о взрослых насекомых, их с удовольствием поедают, например, птицы или летучие мыши. То есть это очень важная часть экосистемы. Если представить себе, что в один момент комары исчезнут, на самом деле это приведет к очень серьезным глобальным последствиям. Наверняка вы знаете, что в Арктике на гнездовании собирается огромное количество птиц, и в первую очередь их привлекает туда большое число насекомых, большую часть которых составляют, конечно, комары. Это великолепный питательный корм, который позволяет птицам вырастить свое потомство и хорошо его выкормить. Кроме того, личинки комаров фильтраторы, и они очищают водоемы от всякой мелкой взвеси органической, которая там есть. Таким образом тоже приносит пользу. То есть сказать, что комары вредны, безусловно, нельзя. И от комаров действительно существует большая польза. Какой объем крови может выпить один комар? Наверняка вы замечали, что комар прямо раздувается в тот момент, когда питается вашей кровью, и действительно его вес увеличивается во много раз. Дело в том, что комар может за один плесест выпить до 5 миллиграмм в крови. Но смотрите, с таким весом лететь ему довольно сложно, и поэтому нередко случается так, что комар сначала напивается крови, а потом через заднее отверстие выпускает часть воды, таким образом облегчая свой вес для того, чтобы нормально улететь. Иногда правда случается, что комар не рассчитывает свои силы, выпивает слишком много крови, и тогда он может просто лопнуть. Жадность – это вообще нехорошее качество. Про пользу комаров мы поговорили, а теперь давайте поговорим, какую опасность представляют комары. Потому что, если взять всех животных опасных для человека, комары, пожалуй, здесь на первом месте. Они намного опережают различных крупных животных – тигров, львов, слонов, бегемотов и так далее. Чем же так опасны эти животные? Опасны они прежде всего тем, что они могут переносить довольно серьезные болезни. И самая, пожалуй, такая известная болезнь, которая переносится комарами – это малярия. Малярия переносится комарами рода анофилис, или их еще называют малярийные комары. Это целый род, там довольно много видов. Малярия – очень серьезное заболевание. Ну, во-первых, вызывает лихорадку, повышение температуры, рвоту, увеличение печени, увеличение телезенки. Происходит это все из-за того, что в кровь человека или какого-то другого существа попадают так называемые малярийные плазмодии. Это такие внутриклеточные паразиты. Паразитируют они в эритроцитах крови, и при этом эритроциты теряют способность переносить кислород. Собственно говоря, это приводит еще и к анемии. Малярия – необычайно опасная болезнь. От нее ежегодно гибнет от 1,3 до 3 миллионов человек. Представляете, даже вот в 21 веке это действительно огромная проблема. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы это заболевание исчезло, но, к сожалению, пока совсем добиться этого не удается. Правда, оказывается, что некоторые патологии крови приводят к снижению риска заболевания малярии. Есть такая болезнь, которая называется серповидно-клеточная анемия. В результате генетической мутации у человека появляется гемоглобин аномальной формы, и из-за этого аномального гемоглобина меняется форма эритроцита. Если он обычно похож на двояко вогнутый диск, то здесь он принимает форму серпа. И, в общем, это было бы не очень здорово, но оказывается, что в этих эритроцитах не могут паразитировать плазмудии. Таким образом, можно сказать, что эта мутация избавляет человека от опасности заболеть малярией. И это действительно очень серьезно. Проводились исследования, где выяснилось, что те влажные районы, где много малярийных комаров, там у людей гораздо чаще встречается вот эта патология серповидно-клеточная анемия, которая предотвращает заболевания малярией. Есть и другие разные заболевания различной природы, которые могут переносить комары, не менее опасные. Они могут переносить различные вирусные заболевания, различные лихорадки. Это и желтая лихорадка, лихорадка с интересным названием чикунгунья. И наиболее часто из них встречается лихорадка Денге, с которой научились очень интересным образом бороться. Оказалось, что чтобы не передавалась лихорадка Денге, можно заразить комаров в альбахии. В альбахии это такой паразит, который поселяется в комаре и предохраняет комара от вирусов. То есть в том случае, если комар инфицирован в альбахии, в нем не могут развиваться вирусы. Таким образом, вроде бы популяции комаров не наносится никакого ущерба, они продолжают плодиться и размножаться в большом количестве, но они уже не могут нести вот этот вот опасный вирус, что очень здорово. И в тех местах, где проводились исследования и комаров заражали в альбахии, оказалось, что случаи лихорадки Денге стали значительно реже, в десятки раз. Есть и другие опасные болезни, например, толеремия. Это бактериальная инфекция, которая передается различными способами, в том числе через укусы комаров. Она поражает различные слизистые оболочки, она поражает лимфатическую систему и тоже вызывает достаточно серьезные заболевания и в тяжелых случаях может вызвать гибель. Ну и, конечно, тогда возникают вопросы, как вообще нам ужиться. С одной стороны, комары это хорошо, с другой стороны, комары это очень опасно. И, конечно, в тех местах, где большие скопления людей, нам хотелось бы как можно меньше встречаться с этими насекомыми. Поэтому человечеством изобретено большое количество самых разных способов избавляться от комаров. Чаще всего мы избавляемся от комаров при помощи различных инсектицидов. Они могут быть в форме свечей, в форме спиралей, в форме спреев и так далее. Но не стоит ими пренебрегать, они, как правило, достаточно неплохо работают. Есть и более сложные способы избавления от комаров, но они совсем такие сложные. Например, пытались избавиться от комаров путем получения и запуска в популяции геномодифицированных самцов. Эти геномодифицированные самцы комаров участвовали в размножении, но при этом давали нежизнеспособное потомство. Таким образом, вроде бы, получалось снизить численность комаров. Но, надо сказать, что ситуация достаточно сложная и затратная. Если в случае с вальбахией достаточно один раз провести заражение комаров, чтобы этого хватило примерно на 5 лет, то в случае, например, с геномодифицированными самцами, нужно постоянно добавлять их в популяции, потому что жизнь самцов, на самом деле, очень короткая. Они живут порядка двух недель всего. То есть, конечно, такой способ борьбы, в общем, достаточно спорный. Ну что ж, Алексей, я надеюсь, ответила на ваш вопрос, и вы придумайте какой-нибудь новый, не менее интересный и увлекательный вопрос, а мы на него будем отвечать. Спасибо всем за внимание. Не забывайте ставить нам лайки, не забывайте подписываться на наш канал и приходить на музей. Мы всегда рады встрече с вами. Всем хорошего дня!